Капитан CPSX проапдейтил свой PS Classics. Теперь в нем появилась возможность выбирать какая игра будет запущена. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, удалите обычным образом старый плейсхолдер. Только не забудьте предварительно переписать находящийся в его папке файл с игрой, если вы этого еще не сделали. После чего установите новый плейсхолдер второй версии, а также пакет который называется PS2 Classics Manager. React.psn не трогайте. Теперь на жестком диске приставки в корневом каталоге вам необходимо создать папку PS2 ISO. Внутри нее нужно создать для каждой игры отдельную папку, причем называть их желательно в следующем формате. Код игры через дефис в квадратных скобках, а дальше название игры. Внутри каждой папки кладете тот самый файл isobin.eng с образом игры, о котором я рассказывал в предыдущем видео. Также в каждой папке нужно создать директории SaveData, зайти в них и переписать туда два пустых файла сохраненных, которые вы скачали вместе с новыми версиями pkg. Если хотите, рядом с образом игры можно еще положить картинку с обложкой в формате png. Сам же файл должен называться coverfull.png. На всякий случай воспользуйтесь функцией по исправлению прав доступа на всю папку. Permissions в Multiman. Собственно готово. Если все сделали правильно, то теперь через PS2 Classics Manager вы сможете выбрать нужную игру. Затем вы вернетесь в XMB, откуда уже нужно как и раньше выбрать PS2 Placeholder для запуска игры. Продолжение следует... Продолжение следует...